В минувшие выходные горноложный центр «Металлург» Магнитогорск принимал у себя фестиваль любителей собак и гонки на собачьих упряжках «Стальной рубеж». Дождь и ветер не смогли помешать участникам, приехавшим из разных регионов России, а пушистым питомцам и вовсе было комфортно. Соревнования эти проводятся уже в третий раз. Их организаторами выступают «Союз молодых металлургов», компания «ММК Курорт» и «Магнитогорский металлургический комбинат». О том, как прошел этот день на банном, в нашем следующем сюжете. Когда в 2016 году в мае соревнования «Стальной рубеж» проходили в первый раз, их пришлось на неопределенное время отложить. При плюс 25 градусах собаки просто не могли бежать трассу, слишком жарко. В этот раз прохладный ветерок и накрапывающий дождь животным были только в радость. Овчарки, доги, водолазы, терьеры, питбули гордо шествовали по подиуму, демонстрируя лучшие качества своих пород. Существует волшебная легенда о том, что корги были лошадками эльфов, которые подарили пару щенков детям-пастушкам. Поэтому об отметинах на спинах корги говорят, что это седло эльфов. Дождь также не повлиял на уверенность спортсменов в собственных силах. Напротив, скользкая трасса длиной 3,5 километра представляла особый интерес. Я рад, что эта трасса вселяет в вас уверенность в победе. И от всего сердца хочу пожелать вам сегодня удачи. Удачи на старте, удачи на финише и удачи на трассе. И ни пуха ни пера. Тем временем закончилась регистрация. Принять участие в гонках изъявили 70 спортсменов. За победу боролись в трех дисциплинах. Кани-кросс, бег с собакой, байк-джоринг, велосипедисты-собака и скутер. Первому бежать сложнее всего. На трассе еще нет запахов, нет ориентиров. И животным приходится полагаться исключительно на команды хозяина. Главный судья соревнований Сергей Федоров, приехавший из Санкт-Петербурга, рассказал о том, что в европейской части России в подобных соревнованиях принимают участие до 500 команд. На южном же Урале этот вид спорта только начинает развиваться. Трасса по общим меркам умеренной сложности. Как говорят местные гонщики, для них она сложна. Но надо учиться. Поэтому трасса небольшого рельефа. В дальнейшем эту трассу тоже усложнят. И она будет уже достойна приема чемпионата, скажем, РКФ или чемпионата России по гонкам. В гонках могут принимать участие абсолютно все породы собак, начиная от чисто ездовых и заканчивая беспородными домашними любимцами. Правда, каждый соревнуется в своей группе, что в принципе справедливо. Тягаться с хаски, упорной, но небольшой овчарке было бы непросто. Трасса хорошая, насыщена всякими подъемами, спусками, лужами, камнями. Ну, как удалось, физической формы моей еще не хватает. Еще после зимы я плохо восстановилась, собака отработала на максимум. Расскажите про второго члена команды. Это австралийская овчарка, зовут его Гризли, дома. Он почти всю трассу отработал самостоятельно, тащил меня, где я уже думала, что все. Действительно, результат напрямую зависит от слаженности действий собаки и хозяина. Это командная работа во всей ее красе. Соревнования «Стальной рубеж» во многом именно поэтому привлекают так много любителей собак, что создают условия, когда человек и питомец смогут в полной мере продемонстрировать успехи тренировок и совместную волю к победе. После окончания летнего этапа соревнований «Стальной рубеж-2017» практически сразу начинается подготовка к зимнему периоду, не менее зрелищному. С каждым годом соревнования становятся все выше уровнем, привлекая все больше владельцев собак самых разных пород.